Тренинг с отягощениями в любом возрасте принесет пользу вашему здоровью. Увеличение мышечной массы. После 35 лет нетренированный индивидуум теряет от 150 до 200 грамм мышц ежегодно. Одновременно растет жировая прослойка. Ширкомасштабное обследование 1132 мужчин и женщин разного возраста. Впервые взявшийся за тренинг показало, что первые два месяца тренинга все без исключения прибавили 1,5 кг мышечной массы. Еще один опыт показал увеличение мышечной массы под действием тренинга на 11% у 90-летних пациентов дома для престарелых. С возрастом кровяное давление растет. Научные исследования показали, что тренировки с тяжестями снижают систолическое и диастолическое давление крови на 3-4%. Казалось бы, мало, однако даже этого достаточно, чтобы снизить на 40% риск сердечных приступов и на 56% инфаркта. Улучшение пищеварения. Скорость продвижения пищевых масс по желудочно-кишечному тракту с возрастом замедляется. Это приводит к раку кишечника, геморрою и другим заболеваниям. Ученые установили, что уже через 3 месяца занятий бодибилдингом скорость продвижения пищи возрастает на 56%. Упрощение костей. С возрастом костная система теряет кальций. Кости становятся более хрупкими. Исследования показали, что через 4 месяца тренинга с отягощениями содержание кальция в костях у мужчин повысилось в среднем на 3,8%. Бодибилдинг также повышает усвоение кальция в женском организме. Повышение темпов обмена веществ. Обмен с возрастом замедляется. В итоге образуются лишние калории, которые превращаются в подкожный жир. Полуторачасовая тренировка повышает обмен веществ на 10%. Ускоренный темп обмена организм сохраняет еще в течение 15 часов после завершения последнего упражнения. Сокращение риска коронарной болезни. Коронарная болезнь вызывается уменьшением просвета артерий, ведущих к сердцу. Такое снижение объясняется налипанием холестериновых бляшек на внутренние стенки артерий. Специальные исследования показали, что через 4 месяца тренинга уровень так называемого хорошего холестерина вырос на 13%, а плохого упал на 5%. Важным фактором риска при коронарной болезни является возрастное снижение чувствительности клеток к инсулину. Уже после третьего месяца тренировок этот показатель повысился на 20%. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok